Всем привет, всем привет, с вами Литучая, мышь, нет времени объяснять, я поставил Рок Крашера, он тратит энергию, нужно вот так вот быстро сделать его, и бац, 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 не хватило. Ладно, давайте поставим сюда вход. Так, раз, два, три, четыре, пять, просто он... звук такой сдал, ничего себе, он по одному только делает. Я думал, сразу все 9, я вообще зря на него 19 алмазов тратил. В общем, я поставил Redstone Energy Контюит сюда. Буду переключать так же, как и с Роллинг Машин. Эта штучка жрет очень много энергии. Эта штучка такая опасная. Давай звук, красавчик. Звук, как будто там Голем упал. Вроде тут звук и есть. В общем, мы получили Ляпис, Лазули, Даст. Ой, какими трудами просто. Нас тут, кстати, потратил уже 5000 Майкрафт Джоли на то, чтобы раздробить вот эту фигню. Жесть. Как вообще ее получать? Сколько энергии тратится на... Вот. В центрифуге 1000 энергии, например, всего. Ну, ладно. Ладно. Зато здесь можно другие штучки. У нас теперь получается... Вот поливерайзер, вот Сегмил. Вот, Рок Крашер. Осталось только сделать универсальный мастератор из Грех Теха. Осталось только сделать обычный мастератор из Индастриал Крафт 2. Он еще и требует три алмаза, кстати говоря, если вы забыли. Вот такой он жесткий, просто... О, пшеница выросла. Какими судьбами? Какими судьбами? Это вроде не то слово, не подходящее. Короче, росло на, наверное, недели две игрового времени в Майнкрафте. При том, что я удобрял его раза два. Но, не до конца, конечно же. О, кстати. Семена можно получать. Интересно. А тут я думал, что они не выпадают каждый раз, когда я разрушаю эту пшеницу ручкой. Они не выпадают, представляете? Просто берут навсего и не выпадают. Это гадство, уродство. Некрасиво так поступать со мной. А если я обижусь? Конечно, я знаю, что мне приходится снимать летсплей на этом мире, но... Вот, я уж думал, там... Извините меня за такие вот выходки. Я тут просто с ума схожу. Уже в лагере нахожусь. Вестелюсь. Без вас. В общем, ладно. Смотрите. Ассемблинг машин. Опа. Это и это. Смотрите, что сейчас произойдет. Он будет нам их соединять. Представляете? Ассемблинг машин. Машина по соединению предметов. Соединит нам два предмета. И она соединит нам их в итоге четыре. Такие штучки для того, чтобы сделать лучшую микросхему. А лучшая микросхема нам нужна для электролайзера. А электролайзер, знаете, для чего он нам нужен? Наверное, знаете. Если смотрите меня. Я же говорил. Электролайзер нам нужен. Блин, кстати, он потребляет 28. Мне кажется, это не к добру. Ой, тут еще пластины стальные, кстати, нужны. Нужно подготовиться. Так что не зря мы тут сделали этот уголь. Раз, два, три, четыре. Два угля. Все. Критическая ситуация. Раз, два. Еще раз, два. В общем, такие дела. Для того, чтобы получить хром. А хром нам нужен для пыли. Нержавеющей стали. А это пыль? Это еще не все. Это пыль. Мы должны будем ее переплавить в Industrial Blast Furness из Грехтеха. Думаю, к серии сороковой мы сделаем карьер. Ну, это если будем не спешить. А если спешить, то к тридцатой. Как вам такая перспектива? А мне она очень, очень привлекательна. То есть, если считать, что каждая серия по 20 минут, мы закончим карьер за 13 часов. Круто. За 13 часов игрового времени. Подумать только. Ну, как я и говорил в прошлой серии, наверное, умельцы могут снимать спидран. Кстати, давайте-ка попробуем. Попробуйте снять спидран с Грехтех. Когда, то есть, спидран по созданию карьера. То есть, с какой наибольшей скоростью? То есть, считая все добытие ресурсов, ходить там, то есть, медь эту добывать грёбаную, которую я искал там по 5 часов перед каждой серией. Ходить, искать. Ой, кстати, да, получается не 13, получается ещё за сериями же там 25, наверное, часов. В общем, спидран. За сколько часов записываю всё это на видео? При этом вы можете, конечно, обрезать. Либо же, короче, напишите, нет, не в комментариях. Пишите мне в личку ВКонтакте, я сейчас в лагере, комментарии закрыты. Если вы не догадались, пишите мне в комментарии, за сколько вы смогли наибольшее сделать карьер. Самое, точнее, наименьшее. Самое наименьшее количество часов с Грехтехом. Таким, каким у меня. Не там, не в 5 лет назад, где я там за 5 серий мог, да, сделать карьер. Шучу, не за 5, не за 5, за 20, наверное. Но тоже было легче. Не было этой нержавеющей стали. Она такая, такая жёсткая, эта нержавеющая сталь. Сами представляете, наверное, сами понимаете. Почему 7? Опять я чё-то... Чё-то тут багает, я не пойму. Правда ведь. Я же вроде 4 угля с той кинул. 2 угля с той кинул. 2 угля осталось. Нет, 4 угля с той кинул, удалось 7. Это, видимо... Удача! Смотрите, я удачливый, похоже. Сагмил. Ооо, а я всегда думал, почему я просчитываюсь. Нет, у меня тут, видите, 25% даже шанс. Оттуда офигенно. Что ж, я могу сказать. Тогда мы ещё не совсем в минусе. 5 угля вместо 2. Так, не здесь. Это паркатный стан же. Выкладываем здесь это. Я решил, что буду делать пластины здесь, потому что к чёрту ту энергию. Конечно, там теперь у нас этот генератор термальный, но тут всё равно гораздо выгоднее делать эти вот пластины стальные. Ну и давайте начнём выкладывать рецепт крафта. Рецепт крафта этой жёсткой машины. Давайте начнём, пожалуй, с электролайзера. Тут нужно ещё 4 коперкейбла. Так что поэтому я тут, видимо, да, вот эти ещё 2 слитка использовал, вспомнил. В прошлой серии я говорил про них, что не знаю, где я их использовал. Кстати, этот Steel Machine Hull, который мы делали тоже в прошлой серии, вроде бы, или позап... В прошлой, в прошлой, да, я там бомбовал. Бомбовал по поводу того, как мне всё это скомпрессировать, бла-бла-бла, не получалось. Вот. Эти Steel Machine Hull мы сделали не зря. Он нам потребуется для... Вот, автоматика экстрактора. В общем, мы делаем сейчас себе... Сначала электросхема, просто на всё, что есть. Так, мы провода где-то ещё делали. Потом их инсталировали ещё. Вот, 22 провода. А, ну да, я ещё говорил про то, что резин не хватает. Я столько тут говорю, но нифига не делаю. У нас резины не хватает. Давайте пойдём выращивать. Но... Фак ноу. А, ну два... Две кости всего. Всего три дерева вырастим. И это около... 18, может быть, резины. В общем, не то, что бы я бы хотел. Но... Резина будет. Не беспокойтесь, будет. Кстати, да, вот тут ещё у нас тут резина есть. А, ну да, у нас ещё латекс, так что... Всё вроде бы нехорошо. Тут ещё можем срубить эту фигню. У нас же с собой... Ламбер Экс. Я просто не хочу... Сейчас краник делать. Вообще, насрать, что вы там будете мне... Говорить ВКонтакте. Латекс выпадает. Выпадает. 8 дерева есть. Есть, правда, с ними без экстрактора делать нечего. Да и то там пыль выпадает, она тоже не используется. А это же всё грех тех, вы забыли. А, ну он плавится, окей. Не будем смотреть на это. Латекс выпадает. Выпадает. Я его, кстати, не забрал, что ли? Да, не забрал. Так. Давайте-ка сложим в инвентарь всё тут. А то загадил опять. Вот. Правда, всего один, что ли? Эй. Нехорошо как. Вот, у нас 10 латексов всего. Мы можем их переплавить, да? Нет, в экстракторе. В лос-мелтере. В лос-мелтере можем сделать. Из него резину. То есть, по сути, переплавить. Ну вот, хоть резина ещё 10 штук есть. Просто не хочу всякие экстракторы, центрифунги делать. Сейчас это такая геморройная вещь. И вот, примусь за одну вещь и всю серию буду её делать. Как на примере прошлой серии произошло. Вот. Так что, извиняйте. Сейчас, во-первых, я должен был резину делать. Но вспомнил про еду. А тут у нас морковка не выросла. И тут не выросла. И музыка такая ещё жёсткая пошла. Типа, вот сейчас умрёшь. Серьёзно могу умереть. А потом ведь вроде голд останется. Это плохо. Вот, кости. Новые кости. Отлично. Источник костной муки. Ещё ж... О, 6 костей. Ну, 6 костей это уже отдельный аргумент. О, чёрт. О, боже. 5. Вот видите, почти в 2 раза больше. Хорошо, вот для чего нам... Пульверайзер, пульверайзер, покажи. О, и Сагмил ещё мог это делать. Кости мог дробить. Ещё с шансом 6 даже мог делать. Вот, видите, пульверайзер сразу. 6 дайте. Стукните меня 2 раза. Можно 3. За то, что я... А... Блин, у меня же был Сагмил. Я вечно делал... О, боже мой. О, 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 о. Я вечно делал Сагмил. Ой, вечно делал... Бонмил. А-а-а. Время разочарований. Сами знаете, в ком. Всё. 10... Смотрите, 10 пыли потратил. Только для того, чтобы поесть. Но это как деньги. Получается, валюта такая у нас. Потрать себе бонмил. Получи себе еду. Как в забегаловках. Там, кокс. О, кокс. Ну, чем вам не валюта? О, в общем, ладно. Давайте выращиваем. Берём ламбр-экс. Срубаем. И вот много резины идёт. Как я и говорил, 6. Теперь нам главное дождаться какого-нибудь саженца. С какой-нибудь листвы. И продолжить процедуру. Вот так вот. Ну, сейчас 7. Уже лучше. Но нам нужно 22, как минимум. Резины. Если ещё не плюс 6. Потому что там... Там что-то я намудил. А может и меньше. Наоборот. Получается... Меньше на 6. Не знаю. Посмотрим. Пока просто рубим дерево. Не хочу вдаваться подробностей. Вообще. Весь сезон. Я не хочу трудиться. Я не хочу умственно думать. Что-то представлять. И... Все ингредиенты для крафта. Высчитывать. Просчитывать. В уме. Всё там. Да-да. Но приходится. И не всегда получается хорошо. Уже извините меня. У меня 5. Лучшая работа за ОГЭ в классе. У меня 4 по русскому. 5 по информатике за экзамены. Но как-то... Но как-то... Давай-давай. У меня сажнет ещё. Ну. А, ну да. Блин. Я не вижу. Я ж не вижу. Я ж занят делом. Всегда когда занят делом. Ты красавчик. У мышек нет рук. Лап. На примере Майнкрафта. Доказано. У летучих мышек нет лап. Давай последний саженец, и я от тебя отстану. Потому что всё равно эти две пыли у нас на... Да, блин. Нас на... Еду не уйдут. Всё, варим отсюда. Хотя нет. Саженец заберу. Ну, как-то так, в общем, получается очень жёстко. Я занимаюсь на этом летсплее. Может быть, кто-то может так всё спланировать просто нереально. И ему так фартанёт народа, что он всё, что нужно, найдёт и в огромном количестве. До того, как у него будет карьер, конечно же. То, может быть, у него получится всё лучше, чем у меня. Но в данном летсплее я показываю себя не с полной стороны. Честно признать. Конечно же. Так. Думаю, это очевидно. Мы делаем здесь электросхемы. Нам ещё резина нужна. Кто бы мог санюваться. Ой, нам ещё железо. Железные пластины нужны. Но это не сложно. Хотя железо у нас тоже потихоньку кончается. Вот олово мы вообще не трогаем. Хотя нет, нормально. Железо ещё. Тристака почти. Ну, два почти. Два. Два чуть больше. Вот олово. Тристака почти. Сделаем... Ну, ладно. Сделаем восемь пластин. Железных. Если что, ещё пригодятся в будущем. И напомним их. Делаем их здесь. Берём наш большой, голубенький, разводной, механический, мощный ключ. 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 Всем ключам ключ. И делаем рецепт. И потом убираем энергию. Первая пластина... Первый... Первый электроний секет. Есть. Для электролайзера нам нужен ещё Basic Machine Casting. У нас есть четыре кабеля. Четыре кабеля у нас нету. Только два. А, ещё две. Смотрите, вот видите, две капсулы. Для двух капсул нам потребуется ещё четыре. Четыре слитка. Четыре пластины. Которые мы два раза в одном и том же механизме прогоним. Работай. Надо много. Содержит в себе максимум получается десять тысяч. Тут резина. Мы можем себе уже заинсулировать эти кабеля. Почему я говорю инсулирую? Потому что забыл русский перевод. Сделать, правда, безопасным. Я забыл. Так, и теперь ещё, смотрите, у нас есть же, вот, Assembly Table. Сейчас мы можем в Assembly Table с помощью Electrum. Нет, туда! Чё ты с ним делаешь? Я не поймаю. Что ты там натворил опять? Чё ты с ним хочешь натворить? Воу. А, это Jalos Melter. Ну да, всё нормально, всё нормально. Зачтётся. Assembly Machine я путаю. Они все на одно лицо. Вот, Advanced Circuit Packs пока забудем. Нужно взять Electrum. Нужно взять наши, вот, секеты. Потом эти пластины ещё сюда. Пока. По чуть-чуть, но укладываемся. Такой вот жёсткий индустриал на моём канале. Жёсткий-перёсткий. Кстати, сколько эта штучка энергии требует? Assembly Machine. 3200. 80 секунд. Ну да. Два EOF TIG берёт. Жёсткая штучка. Кстати, МТЦЛ вроде много требует. А, нет, тоже. 1600. Получается, электролайзер мы уже, в принципе, можем сделать. Да. Вот мой Basic Machine Casting. Не помню, откуда он у меня. Возможно, я нашёл его в данже. Возможно, когда-то сделал и забыл про него благополучно. Пока убираем этот рецепт. Мы ещё не закончили. Так. Так. Как там тебе делать, община? И 4 кабеля. Электролайзер готов. Для него ещё потребуется автоматик экстрактор, а для этого 4-3 тэпа и сокет всего лишь. Легко. Делаем для начала 4-3 тэпа. Краника. Размещаем их. Потом. Сёкет. И Steel Machine Hole. Отлично. Мы делаем успехи. Скоро добьёмся своего. В принципе, уже добились. А, магнетайзер ещё. Тут Iron Fence. У-у-у-у. Какие, ребята, сложные. Для Iron Rodenom стамеска. Вы пройтись. Или экструдером, но экструдера нет. Не буду его делать, наверное. Не вижу в нём смысла. И вообще не знаю, что это такое. Даже как переводится, не понимаю. Шесть слитков, значит, там сейчас надо взять. Ну, железо мне хорошо, что не жалко. О, радио зависло. Бывает. Теперь нам нужно молоточком. Нет, не молоточком. Нужно ключом. Гаечным ключом обработать. Кстати, гаечный ключ у нас уже закончился. Я получил не том. Я получил не том. Фак ноу. Как я люблю говорить в последнее время. Фак ноу. Ну, ничего, мы можем их сплавить. Без паники. В три слитка, кстати, не в шесть. Ха, интересно. Мы получаем здесь два Advanced Circuit Boat, кстати. И соединяем их с Advanced. Соединяем их с Advanced. Circuit Pats. И получаем сразу улучшенную микросхему. Круто. Круто. Вот последняя ведёрка, пока он у нас здесь останется. Вот, железо мы себе вернули. А как его делать, я не знаю. Сейчас посмотрим. Iron Fence. А, снизу. Ну, ну, ну. О, снизу. Ну, тогда, конечно. Ну, да. Как же я мог забыть про эту вещь. Давайте-ка я включу вам другое радио. Потише, получше. И ничего сложного не будет. Так. Только нужно у меня воспять. Нееет. А, орём, орём. Потому что это копирайт. А, копирайт, копирайт. О, всё нормально. Всё должно быть нормально. Сейчас звуки совсем тихие. Надеюсь, радио меня не замудит. А то я... Вот для вас, да. Знаете, для вас. Чтобы вы там не скучали под мои сонные речи. Чтобы засыпали не так скучно. М? Как вам такая идея? Засыпать не так скучно. 12, а, кстати, 4. То есть он... Да ты чё там? С ума зашёл? Радио перезагрузилось. Работает вроде. Ладно, ладно. Просто я уже один раз на Agrarian Skies для вас включал. Это радио. Какие все good music. Ты чё там? Это Нати Гендель, кстати, говорит. Я всегда думал. Может быть, так оно и есть. Basic Machine Casing. Для него нужен ещё один раз ключ. И... 8 железных пластин. У нас там были какие-то лишние пластин, но я всё равно сделаю их 8. Новенькие. Новенькая всегда лучше. Так. Делай. Делаю на здоровье. Радио вроде перезагрузилось. Нормально. Так. Можно сразу убирать. И... Ключом их обделывать. Справился. Красавчик. Теперь ещё 6 Redstone. У нас Redstone заканчивается, как ни странно. Столько ресурсов ушло. И столько геморроя. Столько времени. Согласитесь. Я там, наверное... Всю комнату белой сделаю. Как только мы карьер... Как карьер скрафтим. Представляете, да? Покрашу комнату. Возьму краски. Там... Кисточку. Ладно. Так. Нужно 2 заборчика. Вот вам магнетайзер. Ненужная херня. Экстрактор. Электролайзер. Пластины. По бокам. Улучшенные микросхемы. Угадайте, кто сегодня красавчик. Угадайте, кто сегодня... У кого сегодня там будет электролайзер. Ой, меня, в общем, плавит тут спустя столько времени, как я снимаю видео. Ну, по индустриал крафту. И сегодня, в частности. Потому что это сегодня четвертая, что ли, серия. Не знаю, зачем я вам так открываюсь. Потому что это некрасиво. Когда вы знаете, сколько серий я снял за день. Это хитрости, тайности. Ну ладно, что ж поделать. В общем, электролайзер мы получили. И уже в следующей серии будем делать хром. А также порошок. Но нужно будет продумать. Собраться с ресурсами для того, чтобы делать... Тун-тун-тун. Да-да, именно ее. Бласт. Фернас. Такая музыка прям мне опять в тему. Купроникель. Как делать-то тебе, браток? Никель, Купрон, окей. Можно. Сделать, но вайрмил. Вайрмил, вайрмил. В этом весь вайрмил. То есть нужно будет еще один вспомогательный инструмент сделать. Плюс индукшн Фернас. А тут электрик Фернас. Ну, просто много микросхем. Запасемся микросхемами, друзья. Запасемся микросхемами. Во имя добра. О, тут... Ай, ну медь. Они специально, наверное, поставили медь. Типа, о, у тебя нет меди. Но, наверное, это круто. Автоматик электрик Фернас. Тут, кстати... Ой, дерьма всякого тоже. Понабрали. Запасемся энергией, друзья. Вот что я вам сейчас скажу. Запасемся энергией. Возьмем бокалы с вином. Раз, два, три, четыре. Ну, не так уж и сложно. Шесть вроде микросхем всего. И плюс там столько-то разных пластин. Стальных, железных. Выполнимо. Сложно. Геморно. Очень сложно. Да. Но возьмем-ка свою морковку уже. Тут вещь на трава растет. Она меня раздражает. Теперь есть, что поесть. Кстати, у нас скоро это дерьмо вырастет. Как раз к созданию карьеры. До свадьбы вырастет. До свадьбы. До создания карьеры. Типа, вырастет. Эндер или лисит. Вон, 57%. В общем, мы получим три эндер перла. Что ж, ладно. На этом я могу с вами попрощаться, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу, почитайте твиттер. Я играю на сборке. Дайрвел 20. В Feed the Beast лаунчере. Ссылка на этот лаунчер есть в описании. Чтобы играть на нем, вам нужен лицензионный аккаунт Майнкрафта. И его вы можете купить в моем магазине. Ссылка на него тоже есть в описании. А также, чтобы играть на моей сборке, на такой же сборке, как играю я, вам нужно добавить эндермен, куда смотришь. Вам нужно добавить моды. Я добавил дополнительные моды. Ссылка на них тоже есть в описании. Также, там есть ссылка на текстурпак, ресурспак. Именно тогда, когда вы качаете дополнительные моды. Там все написано в описании. И еще, вы можете включать сейф. Сохранение в реальном времени. Всегда, как я заканчиваю играть, это сохранение передается на сервер дропбокса. Откуда вы, собственно, его и скачиваете постоянно. И всегда это сохранение будет перегонять вот с плей на ютубе. Потому что, например, сейчас я в лагере. И поэтому комментарии закрыты. Вот так вот, дорогие друзья. Пока!